В этом году количество участников фестиваля значительно больше. На этот раз около сотни новичков и мастеров аквапайкинга из более чем 10 регионов страны решили завершить летний сезон пляжным отдыхом, себя показать и познакомиться с такими же любителями водного экстрима. На первом таком слёте Евгений Кузнецов увёз в Казань сразу три кубка. Ещё одну награду завоевал его ученик. И сейчас профессиональный тренер намерен показать всё, что может. Мы с собой привезли всё, что залезло в большой кузовик и маленький прицеп, и поэтому мы будем участвовать во всём, в чём возможно. Соответственно, у нас будет выступать толпа учеников. Человек у нас 10 лодок и 10 человек. Сегодня любители и профессионалы по водно-моторному спорту, что называется, отрывались. В так называемый технический день участники знакомились с водным пространством, где им разрешено показывать свои умения в флиппинге, нырять уткой и исполнять другие трюки на стендапах. Так называются стоячие гидроциклы. А также обкатывали своих водных коней и запоминали правила. Мы решили сделать так, чтобы люди, которые приедут сюда, любители именно, просто любители, чтобы они не напрягались, не были зажаты в какие-то жёсткие рамки, регламентов, как обычно это делается на соревнованиях регламентированных, то есть на чемпионатах России. Чтобы люди себя свободно чувствовали, в такой нормальной обстановке, расслаблялись, так скажем. Тем не менее, среди участников есть и профессионалы, которые выступают на чемпионате мира и могут показать себя в сложной и опасной дисциплине фрирайде. Среди таких аквабайкеров есть и девушки. Увидеть захватывающее катание сегодня было невозможно. Нужна большая волна. Появится ли она до конца фестиваля, покажет погода. А пока любители экстрима на воде показывают не менее интересные трюки, рассекая волны на большой скорости. Наблюдать за таким практически вальсом гидроциклов в районе Мерединского порта можно будет ежедневно с 11 до 16 часов до субботы. Уже в четверг участники фестиваля продемонстрируют своё мастерство в слаламе, а уже после выступят настоящие профессионалы в кольцевых гонках и других зрелищных дисциплинах. Татьяна Коваркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.